Всем привет, с вами Павел Басманов. Мы, собственно, продолжаем наш веб-каст о Hyper-V, то есть это четвертая, наверное, заключительная серия на данный момент, то есть, возможно, в будущем мы будем дальше продолжать о возможностях Hyper-V, но подытожим, собственно, и как бы в прошлом уроке мы установили, собственно, Windows 10, там были небольшие проблемы, расскажу, как бы, чем они решились. Ну и сейчас вы видите на своих экранах, собственно, мы будем устанавливать в этом веб-касте Linux Mint, собственно, это дистрибутив от Ubuntu с окружением Cinnamon, то есть у меня просил один из наших подписчиков установить, показать вообще, что и как, то есть, как бы вы видите на своих экранах. Ну, прежде чем приступить, коснемся предыдущего, собственно, веб-каста, там была проблема то, что не было интернета, собственно говоря, и постоянно вылетало, что нужно делать, то есть мы здесь делали, проблема была в одном, расширенный сеанс, собственно, давал нам все эти дела, это была проблема именно в расширенном сеансе, что нужно сделать, чтобы этого не происходило. Во-первых, прежде чем перейти к расширенному сеансу, нам просто нужно было, нужно все параметры, собственно, обновить нашу операционную систему до последней, собственно, версии. Как видите, здесь вот началась какая-то загрузка, а нам эта операционная система, собственно, попозже понадобится для всяких экспериментов и так и далее, мы будем это все пробовать, то есть я не буду ничего отменять и, как говорится, в следующих каких-то веб-кастах, которые будут дальнейшими моими записями, то есть мы это все увидим, собственно, эту операционную систему, и она будет как раз в расширенном, собственно, режиме, это все будет видно. Но в данный момент мы ее, собственно, просто выключим, нам это нужно, она будет попозже, то есть сделаем завершение работы, и позже это все пусть, как говорится, нам пригодится. Сейчас, в данный момент мы будем, собственно, устанавливать синамон, то есть это окружение, как я еще раз говорю, это та же самая Ubuntu, то есть, но тема синамон, то есть, ну, есть такой вот у всяких, собственно, Linux Mint, у них очень много разных окружений, там и Ruby, и что только нет, и KDE, то есть, ну, там тоже имеется, подразумевается, то есть, если у вас компьютер более мощный, как раз вот нужно использовать KDE, синамон, если не ошибаюсь, более попроще, они вроде бы как раз используют XFCE, что-то такое, или Mate, как-то так вот, ну, они могут меня поправить, собственно, линуксоиды, они мне это, надеюсь, простят, я реально по винде большим, но, неважно, то есть, скачиваем мы, собственно, с официального сайта, то есть, linuxmini.com, доволдинг, и здесь выбираемся на монт 64-битную, если вы хотите дать, это операционная система больше 64-бигов оперативы, если меньше, то вполне достаточно 32-битной версии, этого вполне достаточно, что мы здесь делаем, здесь мы делаем, собственно, тот же самый, то есть, создаем виртуальную машину, так, промахнулся, виртуальную машину, то есть, linuxmini, то есть, назовем ее вообще, не знаю, все как-то попроще, чтобы это было понятно, и что нам это нужно. Я думаю, назовем ее просто mint, и так будет проще, а вы уже как хотите, для меня это будет понятно, то есть, linuxmini, это у нас 18.1, вот так вот она будет, собственно, называться, 18.1, то есть, это дистрибутив именно с этой версии, то есть, это уже на Ubuntu 16.04, остальные, собственно, эта версия будет поддерживаться до 2000, там, черт его знает, какого года, то есть, достаточно надолго будет, то есть, я считаю, это вполне будет достаточно, а здесь мы выбираем именно только первое поколение, никакого второго, ничего, только первое поколение, об этом говорилось в первом вебкасте. Выделенной памяти, ну, собственно, памяти, вполне, я думаю, достаточно, иногда у ней и 512, но мы давайте дадим, собственно, чтобы все это у нас побыстрее, просто 3000 уж не будем увеличивать, нажмем далее, подключаем сразу наш сетевой интерфейс, жесткому диску, здесь вполне достаточно, где-то около 15 гигабайт, ну, вот так вот, для теста, если более какие-то серьезные варианты, то есть, там уже более нужно другие варианты использовать, то есть, там уже больше надо выделять, и нажмем далее. Собственно, можно сразу файл ISO выбрать, я его скачал, у меня где-то он есть, так, вот он, Linux Mint, Cinnamon, 818.1, 64-битный, и нажмем далее. Все, готово. Как вы видите, происходит достаточно быстро все, Mint 18.1 запущен, и, как вы видите, собственно, все достаточно быстро. Сейчас мы так вот, наверное, попробуем, нет, она пока не дает нам расширить. Давайте запустим. Как вы видите, сразу несколько секунд, то есть, 10 секунд, и начнется сейчас загрузка. То есть, ну, реально так пока для начала все просто, ничего сложного. Собственно, эту версию именно с этим окружением, как говорится, я с вами тоже первый раз устанавливаюсь, я уже просто устанавливаю и вунт, и как для меня там ничего такого сложного нету. Мы просто именно ставим именно окружение, чтобы показать, рассказать вообще, как это все происходит, и что с этим делать. И почему мы именно устанавливаем на Hyper-V, как говорится, почему бы на Hyper-V это так же все не запустить. Сейчас, как вы видите, собственно, у нас сразу можно открылся, то есть, именно, Cinnamon. И здесь мы выберем сразу, то есть, окружение, какое мы будем выбирать, то есть, компьютер. И здесь мы все поставим на, как нам, собственно, все обычно говорят, то есть, откружение рабочего всталю. То есть, мы хотим сразу увидеть MintY, да, поставить, то есть, тема. И будем смотреть. Собственно, ничего такого прям вот я не вижу. То есть, здесь нужно, собственно, поставить везде включено. Вот, собственно, и все. То есть, мы включаем, ставим везде все включено и все. Как бы вот так вот. Вот, то есть, все, собственно, такое самое, такое интересное мы и видим. И, естественно, закрываем. То есть, это закроем. Собственно, мы уже видим то, что это достаточно так интересно. Что еще? То есть, здесь уже ничего нету, никаких тем. Какие-то были, собственно, эффекты. Можно было вот так вот еще в темы заходить, да. А здесь вот именно как раз, помимо того, то есть, нужно поставить тоже опять везде галочки. Ну и как бы оно будет намного круче смотреться. Я так подразумеваю. То есть, видите, здесь можно вот разный. То есть, MintY, да, мы выбираем везде. Нам нужно MintY выбирать. MintX, а мы выберем MintY. Это и подразумевается, вот это Cinnamon. Именно как раз вот так вот. Как вы видите, это сразу вообще все меняется. Это достаточно очень интересно. И здесь, как вы видите, вот самые декстопные, да. То есть, есть RedStand, Pink и там всякие-всякие. Ну, реально разные. Это самое вот как раз и есть все самое основное. То есть, мы сразу видим и используем эту тему в Cinnamon. Так, ну, дело остается так, что мы это просто загрузились с фоешки. Как вы знаете, все Linux образы можно просто грузануть, посмотреть, как они вообще выглядят, попользовать и все. То есть, ну, мы все прекрасно понимаем. То есть, если я открою мой компьютер, здесь просто виртуальный диск, какой-то файловый диск. То есть, именно мы загрузились просто с образом. Все. То есть, если мы выключим, никаких данных не сохранится и так и далее. То есть, это очень удобно. А иногда, когда нужно, допустим, установить там или еще что-то. То есть, ну, теперь, собственно, нажимаем Install Linux Mint. А как вы видите, это вот, собственно, дисочек. И нажимаем, то есть, двойной клик и пошли. То есть, идет именно установка. Здесь тоже, собственно, сейчас надо выбрать нам наш, собственно, русский язык. Пролистать, собственно, сейчас мы и сделаем. Сейчас он маленько подгрузится, именно загрузка. Пока немножко он задумался. То есть, сейчас это все произойдет. Ну, вот, собственно, мы выбираем русский язык. Нажимаем продолжить. Кстати, здесь можно прочитать всякие дополнения. Обязательно ставим лучше галочку. Установить стороннее программное обеспечение для видеокарт, устройств Wi-Fi, также Flash, MP3 и так и далее. То есть, это нужно обязательно ставить. Чтобы все драйвера нормально встали и так и далее. То есть, это желательно нужно на самом деле сделать. Нажимаем продолжить. Собственно, он сейчас еще раз просматривает. Я вообще подразумеваю обычно он именно сейчас примерно рассматривает, сколько что нужно установить. И здесь, что нам нужно сделать. То есть, на этом компьютере, то есть, это именно разделение жесткого диска. Собственно, как и на Windows. Но тут маленько другое. То есть, если мы просто ставим Linux Mint, да, то есть, у нас впереди. То есть, это удалить ваши программы, там, и все такое прочее. То есть, это серьезно уже. Также можно, если вы две операционные системы хотите ставить, то есть, обычно некоторые ставят Linux и Windows, то тогда выбираем другой вариант. Вот. То есть, это подходит. Но мы, как бы, для пробы нам достаточно вот этого. То есть, и нажимаем установить сейчас. Собственно, если вы продолжите, то вот так вот будет у нас создаваться. То есть, первый раздел XT четвертый и раздел пятый на устройство, как подключаемый жесткий диск. Ну, мы говорим, окей, продолжит. Собственно, можно так сделать. А, как говорится, можно самому вообще это все переразделать, сделать. То есть, там кнопка есть, создать там новую таблицу разделов. И так и далее. То есть, это можно так и сделать. Собственно, у нас сейчас выбор Самара. Ну, оставимся, пусть это на Самаре и будет. Хотя, можно поменять, допустим, Белиссия, Дубай, Екатеринбург. Да. То есть, если мы здесь будем, допустим, смотреть, у меня время Екатеринбурга. То есть, он иногда вот так вот ищет, а иногда не ищет. С чем это, я, собственно, тоже не могу сказать. Как говорится, не совсем, собственно, Российская Федерация. Давайте попробуем, собственно, Екатеринбург найти. Ну, он не хочет. Ну, пусть с ним останется какая... Вот Екатеринбург, собственно, мы его нашли быстренько. Нажмем, собственно, Далее. Выбираем расклад клавиатуры. Русская, русская. Тоже ничего, собственно, все то же самое. Ничего такого страшного в этом нету. Ну, и, как говорится, ваше имя и пользователь. То есть, здесь вы уже как хотите. Можно без разницы. Пожалуйста. То есть, я оставлю так. Входить в систему я напишу автоматически. Собственно, никаких паролей я не буду сейчас. Вот задам. Допустим, единичку. Ну, как говорится, он короткий, но все равно он дает. То есть, это нужно. Для резервированного, то видите, допустим, админ.x или админ.z. Ну, я думаю, вот это нормально будет. То есть, это вполне, собственно, отлично. Копирование файла завершено. То есть, идет, собственно, простая установка. По поводу разделов. Собственно, там можно создавать новую. То есть, одноименная кнопка там есть. Создать новую таблицу разделов. Сначала обычно создается раздел для загрузчика. То есть, нажимается крестик. Обычно в открытом окне выбирается раздел примерно 300 МБ, собственно, как и на Windows. И больше не понадобится. И файлы системы обычно выбираются XT2. Ну, и точка монтирования FlashBoot. Ну, и раздел то, что помечаем, что это использовать как загрузчик. И после этого создается, собственно, системный раздел. 10 гигов, если тестовая машинка. Там, если более что-то серьезное. То есть, вы уже сами должны знать. Там, 50 гигов, 100 гигов. И обычно в файл система выбирается XT4. То есть, и точка монтирования, естественно, корень. То есть, корень Flash. Это нужно. Ну, и все остальное, собственно, пространство. Подразумевается имя, как бы, там, диск D, да? То есть, у нас обычно. А это подфайлы домашнего раздела, собственно. Он так и делается. Свободный, собственно. Файлы системы пожелания. Научно опять так же XT4. И точка монтирования, допустим, Home. То есть, это мы будем подразумевать. То есть, это все остальное свободное, собственно. И, как говорится, нажимаем начать установку и проверяем, все это ли нормально. И там уже у вас будет показан, то есть, там, допустим, Home, Boot. И то есть, все остальное неизвестно. И все. Собственно. Потом уже часовые пояса, собственно, мы как и делаем. Ну, так как мы для тестов именно это делаем, то и подразумевается, что у нас именно тестовая машина. То есть, мы здесь смотрим, как все это устанавливается. То есть, сейчас настройка идет, установка, создавание пользователей, клавиатура, которую мы с вами сделали, имя пользователя. Естественно, конечно, вы имя пользователя. Есть, конечно, тоже нюанс. Во-первых, можно и по-русски. А Linux уже понимает, собственно, именно по-русски и имя компьютера только по-английски. И, собственно, как говорится, ваше имя мы имеем, подразумеваем. То есть, вы можете назвать, допустим, Павел. Имя вашего компьютера уже нужно на английском. То есть, Павел PC, допустим. И введите имя пользователя, именно Павел, уже надо делать на английском. То есть, ну, естественно, пароль. Требует пароль, это уже от вас, собственно, зависит. Ну, и, как бы, установка происходит в зависимости от скорости вашего соединения, то есть, интернета. То есть, он подкачивает реально. То есть, как вы видите, он пишет, осталась загрузка языковых пакетов, то есть, 1158. То есть, реально, мы берем сначала английскую версию, да, как бы, образа. Все он потом подгружает все под русского нашего пользователя. То есть, сейчас, собственно, мы нажмем, я у себя, собственно, на паузу нажму запись. Смонтирование вы уже увидите конечный результат, то есть, когда все это установится. Тут ничего такого нету. Такой же видос, типа установка происходит. Откинетесь, собственно, на свое кресло и наслаждайтесь и читайте, что у вас как и есть. Ну, вот, собственно, и все. Установка прошла где-то примерно за минут 30. То есть, это подгружались все пакеты и так и далее. Собственно, и все. Сейчас нажимаем перезагрузить. То есть, наша машинка перезагружается на Hyper-V. То есть, вполне работает, что, собственно, я так и думаю. То есть, загрузка, собственно, происходит достаточно, кстати, очень быстро. Ну, вот, собственно, мы перезагрузились. Я говорю, загрузка достаточно быстро проходит. Все. То есть, это можно, как мы видим, Linux Mint Sirena, Cinnamon 64-битная. То есть, все, что нам как раз и нужно. Без аппаратного ускорения. То есть, вы можете добавлять заместный рост нагрузки, возможно, проблемы с драйверами и так и далее. То есть, ну, вообще, это все, это ерунда. То есть, здесь у нас все, собственно, сделано. Настройки рабочего стола еще раз мы переходим. Собственно, открываем, чтобы у нас все были открыты. Это раз. И выворачиваемся назад. И выбираем, собственно, наши темы. То есть, нужно еще раз выбрать. То есть, здесь, как вы видите, уже здесь, ну, собственно, везде Linux Mint, 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 все стоит. И, собственно, изменяем рабочий стол, то есть, выбираем разные изображения. То есть, изображения достаточно, собственно, все качественные. Что мне нравится, на самом деле, здесь достаточно качественные изображения. Очень приятные на глаз. И мне, если честно, на самом деле нравится это все изображение, именно в самой, собственно, Linux Mint. Ну и все. Что мы здесь видим? Собственно, стандартные. То есть, здесь мы видим аудио и видео. Собственно, все есть. Графика тоже есть. Интернет, пожалуйста, куча браузеров. То есть, мы можем поставить, допустим, ну, не кучу. Здесь выбрал Firefox. Тоненболт, собственно, почтовой клиент. Это вполне достаточно. Для офиса тоже. Все, собственно, есть инструменты. И вполне здесь все хорошо. Ну и стандартные. То есть, записи образов, собственно, просмотр документов, шифровальщики, просмотр изображений. Ну и, естественно, администрирование. То есть, здесь блокировщики доменов, менеджер драйверов, менеджер обновлений, менеджер программу. И куча, куча, куча всего. Собственно, которые уже на самом деле входят. То есть, и все терминалы есть. Также и параметры есть. И места. Собственно, места мы тоже, собственно, с вами знаем. Если мы возьмем мой компьютер, то есть, откроем. Мы также видим, собственно, виртуальные диски. Моя файловая система. Пожалуйста, вот они есть. Как я и говорил, нужно было просто сделать, как мы и хотели. То есть, как я уже вам говорил, но я сделал по умолчанию. И как бы, ну, оно пошло само по себе вот так вот. То есть, здесь у нас все свободно. По 5 гигов у нас здесь есть. Но если мы посмотрим, то есть, у нас не смонтированы дополнительные диски. И как бы, в этом небольшая проблема. То есть, ну, я не вижу здесь ничего. То есть, мы маленько пропустили. Также клавиатура, собственно, без проблем все переключается. И вполне достаточно сносная, я бы сказал, операционная система. Мне кажется, она вполне, во-первых, она бесплатная. Это о многом говорит. То есть, мы покупаем ноутбук или еще что-то, ставим эту операционную систему и работаем. И, собственно, она работает стабильно. Ну, для меня, как альтернатива, если вдруг что-то будет с Windows или еще что-то, вполне заменит, мне кажется, все. И достаточно много инструментов, которые вполне заменяют те же самые стандартные Windows или программные обеспечения для Windows. Как я еще раз говорил, то есть, для Linux достаточно много сейчас пишется программных обеспечений, которые также заменяют Windows. Ну, что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и в следующих, собственно, веб-кастах, скорее всего, мы начнем заниматься антивирусами. Ну, это возможно. До встречи в следующих веб-кастах. С вами был Павел Басманов. Не забывайте ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.